Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Ну а чего ты от красавчика хотела? Девки на него как пчёлы на мёд слетаются. Как бы не сдала муженька полиции, по примеру, хозяюшки из пятнадцатой квартиры. Неужели Йор так переживает за сумерки? Лоха дело. Так и прикрыть и все запороть недолго. А если ещё и брату пожаловать, Сатру? Вот такие вот дела. Какой же мерзавец! Сейчас же казним! Я всё СГБ это дело подниму! Всё может кончиться плохо. Кстати, я же и для песеля тарелку фрисбе принёс. Ура! В общем, ты тут посиди с ней, а я пойду уже. Ты издеваешься? Не припомню, чтоб няньке нанимался! Я же всё объяснил. Если не развей подозрения, Йорк, мои коллеги, операция сорвётся. Чуга. Семейные дела надо дома обсуждать! Да как мы о таком говорить будем, когда дочь под боком? Ладно, держи. Не всё на свете можно деньгами решить, злодей! Ну что ж, вылажняй! На парк гулять! Йорк, спасибо, что хранишь очаг и воспитываешь Аню. За тебя. А, и за тебя. Что это на него вдруг нашло? Явно ведь хочет со мной что-то обсудить. Спасибо тебе за всё. Дальше я буду жить со своей новой женой. Я так и знала! Кстати, Йорк, я хотел поговорить с тобой о Фионе. Чёрт! Йорк? Извини. Что же мне делать? Вот так проблема! Алкоголь! Даруй мне свою силу! Развеши мне язык! Этого мало! Лоя задал, жи-ка, свою бутылку! Йорк, ты так себе только печень угробишь! Прости, пожалуйста, что расстроил Йорк. Если дело в влюблённости, я просто обязан этим воспользоваться. Переходим к операции обольститель. Ну, пожалуйста, поверь в меня. Или ты меня не возлюбила? Что? Нет ничего, бадада! Мы с тобой уже давно вместе. Я наконец понял, что испытываю. Стой! Ла-лай! Я хочу стать твоим настоящим мужем! Что же я натворила? Я ошибся. Удар вышел отменным. И пью она не от смущения, а от раздражения. Ничего, она в меня не влюблена. Простите, дурак опознался. Доброе утречко, Ла-лай. Где? Где ты? Сколько я был без сознания? Мы в парке недалеко от бара. Хозяин сказал, что маша мне выставил назад дверь. А спал ты всего минуток пять. Она меня вырубила? И в самой учебке сознание не терял. Теряешь хватку, сумрак. И почему я лежал на коленках? Папа с мамой опаздывают. Обязаются где-то вдвоём. Где-то только таких слов нахваталось. В основном от Бекки. Ну, где же они? Кстати, а ты маму с папой любишь? Люблю. Ясно. Мы дома. Бу-гу. Папа с мамой шлиртовали. Нет? Что с тобой? Хотел бы, хотите, получил по бортасам? Нет, это я виновата. Монстр-черк. Ну-ка, давай посмотрим поближе. Постоять! Не трогайте меня! Убери руки! На следующий день. Лоид? А что случилось с твоим подворотком? Что? Да ладно! Ты что, забыла про вчерашнее? А затем они повторили вечерний разговор. Курная дочка доктора-взяточника! Ну, всё непросто. А мне на тебя и твои тревоги смотреть непросто. Но я всё понимаю, Анечка. Любовь – чувство, которое невероятно сложно донести. Любовь. Папу люблю. Маму люблю. Аразис люблю. Мальчики люблю. Здорово с сыном. И люблю. Ничуть. Ах, смотрите, засмущалась неприступная. К слову, а жёнушка-то его вживую лучше, чем наружу. Фото. Серьёзная соперница. Не уводите чужого мужа, госпожа. Ой, какой у тебя милый кошелёк. Что там внутри? Ну... Много наличных денег. От хороших отношений с Блэкблэлами нам будут сплошные плюсы. На такой случай начальство раскошелится. Вот, возьми. Так много? Папа дал. Ах, какой же вы добрый, господин Лоид. Сумма, правда, маленькая. Ну и дети, пошли. Мы уже подготовили новейший наряд берлинской коллекции. Спасибо. Бекки, так ты вся жизнь дома властителей тьмы? Сколько денег у тебя с собой? Я с наличкой ни разу в жизни не ходила. Девушки отдыхают. Ой, точно же. А что, если участвовать разрешат и родителям? Добрый вечер, прекрасная леди. Я папа Аня, Лоид. Какой кошмар! Сейчас совсем не время выбирать тебе наряд, Аня! Что? Говори, какие платья предпочитает господин Лоид? Опять же, и жену его изобразить. Вам так идёт? Лиленько. Анячка, а ты что возьмёшь? У меня от платьев и одежды уже животик болит. Правда? Если честно, я уже вымоталась. Ещё немного, и магазины сведут меня в могилу. Куда свели? Ты умираешь? Госпожа, меньше покупать надо. Чего? Это ты там, Марта? Кстати, а ты не помнишь, зачем мы по магазинам шли? Забыла уже. Ай, ну и ладно. Поехали домой. За один брелок 300 дольков? Это наши сбеки сокровища. Зависть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова